Еще раз хотелось всех поблагодарить за то, что в то и раннее время собрались. Это истинные ценители искусства переработки драгоценных металлов из отходов. Предлагаю начать. Постараемся двигаться не очень быстро. Так что касательно моего доклада я предлагаю, если по ходу будут вопросы, сразу можно их обсуждать. У нас немногочисленная аудитория, поэтому это вполне справедливо. Итак, с вашим вниманием предоставляется доклад на тему переработки ломов и отходов драгоценных металлов. Свои знания мы черпаем из практики переработки данного вида сырья на производстве НПО «Аврора», которые находятся в Ценске, то есть там у нас располагаются мощности плавильные, последовательный цикл из конвертерной переработки печатных плат с добавлением меди и последующим электролизом и фенажом драгоценных металлов. Но сегодня нам надо определиться, что же происходит в мире. По образованию этих отходов цифры всегда разнятся. Все говорят о том, что мы растем и вся планета прирастает отходами электронной техники. К 2030 году в 10 раз должно вырасти, но мы видим, что примерно 2 миллиона тонн отходов по всему миру дополнительно прирастает. То есть, если раньше все ожидают, что это экспоненциальный рост, то сегодня мы видим, что экспонента нету, и примерно 60 миллионов тонн отходов электронной техники в мире образуются на сегодня. Также стоит поговорить о том, сколько же на каждого человека образуется данной техники. В России данный показатель находится примерно на уровне 10 килограмм на душу. То есть, мы с вами в год по 10 килограмм такого отхода образуем. Если вы посмотрите на правую часть слайда, вы увидите, что в Европе данные показатели, начиная с Люксембурга, превысили 10 килограмм еще в 2016 году. Также есть оценка, сколько же это все-таки в деньгах. И мы видим, что примерно 60 миллиардов долларов оценивают стоимость данных отходов и Waste Monitor, и Ассоциации Объединенных Наций. Здесь представлены страны, лидеры по образованию данного вида отходов. Начиная внимательно следить за образованием в мире Объединенные Нации с 2014 года, обнаружили, что уже в 2022 году на свалках или непереработанного отхода электронной техники образовано порядка 347 миллионов тонн. Эта цифра растет. Вы, наверное, могли бы посмотреть, противопоставить цифры, допустим, что в США объем сбора от образования составляет всего лишь 15%. В России ООН эту цифру давала еще несколько лет назад на уровне 6%. Мне хочется верить, что все-таки у нас эта цифра на уровне где-то 10%, потому что мы все-таки развиваемся так или иначе. И, как вы видите, 10 килограмм на душу населения. Если посмотрим, допустим, на Индию, объем сбора всего лишь 1%. Тоже страна большая, образуется много, третья в мире по образованию, хотя их больше миллиарда, а получается 1,5 килограмма всего лишь на человека. Ну и вот такая забавная статистика. Если вы в самую нижнюю часть слайда посмотрите, вы видите, что он прогнозировал, что в 2030 году объем, в 2015 году прогнозировал, объем образования годовой отходов электронной техники увеличится в 10 раз. Но этого не происходит, то есть хуже уже не будет, может стать только лучше. Поэтому всех я призываю к тому, чтобы все-таки каждый на своем посту улучшал систему сбора, систему влечения. Ну и, конечно, поговорим о государстве, которое должно нам помогать. Если вы видите на данном слайде, что 1,6 миллиона тонн образуется в России, да, мы сейчас цифра несколько увеличилась, то есть где-то разные источники дают порядка 2 миллионов тонн в год. И сравнить со странами, прочими странами СНГ, у нас лидер является Беларусь по сбору, если мне не изменяет память, порядка 30% они собирают от образования, Казахстан порядка 8%. То есть если мы говорим, что Россия порядка 6%, ну давайте эту цифру будем представлять, что это 10%, потому что мне кажется, что у нас инфраструктура и общее образование, оно происходит в европейской части, на Урале, да, в большей степени, где логистические связи очень хорошо развиты. Итак, а с чем же мы имеем дело, да, ну я думаю, что об этом поделятся наши коллеги, то есть какой вид сырья все-таки больше образуется в виде бытовой техники, да, это крупногабаритная техника, мелогабаритная, значит, холодильное оборудование. В основном мы видим, что это все-таки коммуникационное оборудование, ну во всяком случае в России, а малогабаритная техника, что-то вроде чайников или утюгов, микроволновой техники, это порядка 30% составляет. Ну и быстро растущий и хорошо собираемый отход, конечно же, это мониторы, экраны, причем экраны новых категорий содержат в себе платы уже достаточно нового поколения, в которых все меньше и меньше драгоценных металлов содержится. То есть тенденция на снижение содержания драгоценных металлов в бытовой технике, она стремительно набирает обороты, в том числе и у нас в стране. Теперь справедливо перейти как раз к платам, к электронному лому, самая ценная фракция из всех образуемых в электронном оборудовании. Мы оцениваем рынок как 1000 тонн в месяц, из которых примерно 500 тонн – это мониторные платы, ну платы мониторные или сварочные какие-нибудь аппараты, то есть платы, в которых содержится золото менее 30 граммов на тонну. Порядка 250 – это телевизионные платы и выбываемая, снижаемая доля которых советский микс, то есть бытовые приборы, которые уже вышли из строя долгие годы назад, но тем не менее они собираются неплохо. Современные платы управления тоже порядка 200 граммов на тонну, это примерно 80 граммов. Ну и мы видим, что оставшиеся уже это все-таки компьютерные платы, либо телекоммуникационные станции, то есть такое современное высокоточное оборудование, в которых содержание золота уже превышает 100 граммов, там или 250, в том числе телефоны, жесткие диски, карты памяти, видеокарты и прочее, прочее, прочее. Значит, хотелось бы также попробовать оценить не только по составу объема рынка, но и по заготовке в странах Содружества. Вы видите примерное население стран. Могу сказать, что побывав в Казахстане, пообсуждая рынок с людьми на месте, я вижу, что там образуется не более 300 тонн электронного лома в год. То есть я был удивлен, страна большая, населения много, а образование такое незначительное. То есть если на Киргизской конференции они озвучили, что все-таки в Казахстане собирается порядка 8% от всего заготавливаемого лома, то эта цифра должна быть значительно выше. Либо кто-то накапливает, либо кто-то что-то недоговаривает. Если есть по данному слайду вопросы, предлагаю позже обсудить, потому что здесь может быть разная полемика о том, кто сколько перерабатывал, где сколько образуется. Также есть нововведения по законодательству. В общем-то давайте двигаться дальше. Что же делать с платами? Мы можем их сразу сжечь, и на этом их жизненный цикл закончен, мы их утилизировали. Или можем взять жесткий диск, изуродовать его в шредере. Тоже цель утилизации будет достигнута. Но наиболее гуманным, мне кажется, все-таки будет переработка выживших плат, либо отделение чипов и повторная их жизнь, чем занимаются коллеги из Китая, очень активно в нашей стране. Либо это все-таки проверка работоспособности платы, карты памяти и повторная ее жизнь. Либо это уже непосредственно переработка платой с извлечением последующих металлов, как медь, свинец, олово, золото, серебро, платинное, палатинное. Кто-то умудряется еще никель извлекать из этого и цинк. Но пока у нас с этим есть определенные технические вопросы. Опять же, есть вопросы к культуре, к культуре выделения ценных чипов и сплат. К примеру, побывав на одном из отечественных заводов, который занимается афинажем, я увидел, что человек без вытяжки, в маске, на плите пытается припой расплавить, чтобы выделить оттуда радиодеталь. И я сказал, коллеги, у вас уважаемый завод, этот человек, наверное, через пару месяцев отправится в больницу, вы будете оплачивать ему, собственно, его больничное пособие, зарплату будете ему платить. Они не очень сильно обратили на мою реплику речь. Но, в общем-то, это было чистейшее варварство на одном из передовых афинажных заводов. Ну, что делать? У каждого есть свои стандарты качества. Я все-таки призываю глубокую сортировку делать. Хотя в мире, если вы видите на первом левом верхнем слайде, вы видите разделение магнитов от жестких дисков и выделение танталовых и необиевых конденсаторов. К сожалению, выделить данные металлы в процессе переработки технологически достаточно сложно, если все уже перемешано, передроблено. Но вручную все-таки это какое-то место имеет. В особенности, когда переходится выделять бывшие в употреблении советские платы с содержанием конденсаторов или радиодеталей, микросхем советских, где содержание драгоценного металла более 0,1%. То есть 1000 грамм на тонну, не более. Ну, а то, о чем я говорил, что какие металлы все-таки содержатся в технике, что техника имеет тенденцию на уменьшение в размерах и на снижение содержания в самой плате. У нас сегодня идут определенные обсуждения в государстве на тему, что нужно обязательно выделять редкоземельные металлы. На мой взгляд, редкоземельные металлы выделить достаточно проблематично после того, как плата уже обезличена и передроблена, и смешана. Но, по крайней мере, цветные металлы такие, как никель, сульма, медь, олово, свинец, их всех можно выделить. Ну, помимо этого и драгоценные металлы. На вашей плате представляем содержание металлов в низкосодержащих советских платах. И мы видим, что там же также содержится цинк, олово, свинец и медь. И можно просто оценить, какую стоимость в плате составляет каждый из металлов. Если мы возьмем с вами, допустим, материнскую плату, то примерно 80% ее стоимости будет составлять золото. А если мы возьмем советскую бытовую плату, то уже только 40% ее стоимости будет составлять золото. А остальными компонентами будет также являться и медь, и олово. То есть, выделяя каждый компонент, разделяя и извлекая полезный металл, мы можем приближаться к тому, чтобы предлагать более конкурентные условия на рынке для сборщиков и поставщиков электронного лома. Очень проблемный для нас вопрос. На данное заседание я приглашал коллег, которые диверсифицировали свой бизнес и рассматривают разные направления сбыта электронного лома. В том числе, которые не очень хотят испытывать на себе избыточное регулирование государственных органов. И они все-таки время от времени пытаются вывести эти платы через границу. То есть, возможно, они не знают о том законодательстве, в том числе и уголовного кодекса, который регулирует трансграничное перемещение данного вида сырья. Но так или иначе это происходит. Мне ответили, что опять вы будете собираться на своем форуме, плакаться, что цены перегреты, рынок перегрет. Мы туда не пойдем, вас мы прекрасно понимаем, но сделать ничего не можем. А вот другие коллеги, так сказать, бывшие, когда началось СВО, они сказали, а я с Россией, меня ничего не связывает, я там только зарабатываю деньги. И цинично, живя в Германии, они просто это все, предлагая условия, через своих агентов, они все это забирают. То есть, они забирают стратегическое сырье из России, говоря, что Россия для них не является родным домом. Ну, в общем-то, пора бы определиться, все-таки, кто на какой стороне играет. Ну, в том числе и государство. Если у нас законодательно запрещен экспорт лома отходов драгметаллов, то, по крайней мере, в наших содружественных странах он не запрещен к вывозу. Хотя ввести данный вид сырья в Россию невозможно по причине банковских ограничений. То есть, банки не пропускают позиции лома отхода драгметаллов, чтобы их ввести в Россию. Но российское сырье под видом транзита из России уходит, как под лицензией киргизских или казахских поставщиков. Ну, в общем-то, ситуация, она парадоксальная. Я думаю, об этом надо говорить. Просто, конечно, нельзя, если меня спрашивают, а покажи мне этих людей. Ну, я не могу их показать. Ищите, вы найдете. Посмотрите, у кого лежит на складе сырье, у кого есть в системе ГИСДМДК образование. Займитесь просто проверкой на местах, и вы спокойно раскрутите эту историю. Ну, еще есть такая вот поговорка о совесть. О совесть в доле. Поэтому надо было, чтобы совесть была не в доле. Тогда, я думаю, все будет нормально регулироваться. Одним из вопросов, который беспокоит мир, это переработка бедных плат, в котором содержание драгоценного металла менее 80 грамм на тонну. Вопрос, а можем ли мы в России эффективно их перерабатывать? Мне кажется, можем. То есть, главная проблема здесь, или главная затратная часть здесь составляет логистика. Логистика и сбор. Если бы государство помогло нам логистически, ну, или как-то стимулировать сбор бедного вида сырья, и еще доплачивало за металлы, которые редкие тоже перерабатываются, мне кажется, можно было бы прийти к тому, что этот объем, не 6% мы бы собирали, да, от образования, а может быть 10% или 15%. Так, ну, и текущие тенденции. Сырье из России никто не ждет. Все очень тщательно проверяют своих контрагентов, чтобы даже в том числе, когда это идет из Казахстана, не было российского следа, ну, как-то они все уже научились уходить от этой проблемы. Техника, образование техники растет, но она становится беднее. Значит, из стран Содружества забирать можно только, на мой взгляд, только из Белоруссии электронный лом с возвратом драгоценных металлов. Значит, у нас на сегодня введено регулирование по переходу на безнал с ломами, но лом отхода драгоценных металлов пока что еще можно покупать за наличные средства. Так, я думаю, что я свой лимит времени исчерпал, поэтому я дальше немного пойду быстрее, чтобы коллегам тоже дать высказаться на наши волнующие темы. Существует проблема также монополия рынка, и каждому из поставщиков хочется получать быструю оборачиваемость, конкурентные условия, но конкурентные условия хотелось бы получать рыночные, а не когда рынок от части поставщиков нерыночными механизмами регулируется, ну, в том числе контрабанда, когда идет. Значит, и все хотят присутствовать при переработке, влиять на результат переработки, чтобы все было прозрачно. Для переработчика же важны системные поставки, чтобы можно было планировать производство, качественно подготовленное сырье, чтобы не было вопросов к тому, как с этим сырьем работать, чтобы не приходилось выковыривать какие-то большие металлические части, чтобы не повредить оборудование. И также важно, чтобы это было абсолютно прозрачно сделано через систему ГИС ДМДК, чтобы все-таки на законодательном уровне не возникало вопросов, чем производство занимается, в том числе и на стадии оценки поставщиков. Идеальный сценарий по всему миру – это уход от ручного труда, переход к автоматизированной системе отбора пробы. В принципе, эти системы уже давно реализованы и в Европе, и в Азии. Порядка 10 заводов работают по автоматизированной линии, но на сегодня все эти заводы перегружены. То есть сроки переработки увеличиваются вплоть до 4 месяцев с момента захода сырья. И часто приходит информация, что есть форс-мажор, извините, придется вам подождать еще. Также, почему нам необходимо все-таки переходить в автоматизированную систему, потому что это наиболее достоверная система оценки содержания драгоценных металлов в плате. Платы часто приходят замешанные, и визуально или каким-то иным способом, отобрав несколько плат или проквартовав их, или раздробив, просто без, ну, при помощи человеческого фактора, как реализовано на некоторых заводах у нас в России, будет недостоверный анализ. В одном случае выиграет поставщик, в другом – завод, но постоянно продолжаться не может. То есть это ошибка, уровень ошибки всегда нужно снижать. Да, на сегодня реализована у нас расширенная ответственность поставщиков. Государство говорит, что мы должны переходить к 2030 году полную собираемость твердых бытовых отходов. Как это будет реализовано, непонятно. Но мы видим, что конкуренция на уровне расширенной ответственности поставщиков, она дошла настолько, ну, уже в противофазу с компаниями, которые выдают сырье, что приходится доплачивать компаниям, или в серу, или еще как-то, чтобы они выбрали тебя, чтобы у тебя утилизировать свое оборудование. Конечно, каким-то образом надо регулировать. То есть порог входа для новых компаний на рынок расширенной утилизации по программе расширенной ответственности поставщиков, он на сегодня настолько прост, что любая компания сегодня открывает, получает лицензии, а зато уже участвует в тендерах. И, может быть, кому-то, если у него нет административной нагрузки, очень просто будет доплачивать и давать самые низкие цены, тем самым убивая данный рынок. Поэтому этот механизм на себя на сегодня, на мой взгляд, исчерпал. Но вот если бы заготовители собирали бы платы, увеличивали объем сбора бедных плат и далее поставляли их на завод, а государство уже бы доплачивало, к примеру, за то, что эти платы не валяются на свалках или за то, что извлекаются дополнительные металлы, тем самым мы могли бы увеличить существенный объем сбора и организовать новые средние руки производственные площадки, которые бы концентрировались именно на ломообразовании и заготовке полуфабрикатов. То есть какие-то промежуточные заводы, которые могли бы уже поставлять на перерабатывающие предприятия и афинажные заводы. Теперь надо поговорить о драгоценных металлах, на их стоимость, на их динамику. Хоть пару слов сказать, потому что мы являемся частью более крупного рынка, добывающей промышленности. Здесь у нас старые данные. С 2022 года статистика по добыче золота в России не публикуется, но срез по рынку, вы можете видеть, он существенно не изменился. То есть у нас крупных добывающих компаний, которые могли бы добывать более 10 тонн, более мелких от 5-10 тонн в год золота, это уже 5. А вот компании, которые добывают менее 10 килограмм золота в год, это уже более 400 компаний. Мы увидели в этом году, что в добывающей промышленности увеличился объем добычи до, ну это по данным золотопромышленников, до 363 тонн, в прошлом, в предыдущем году было порядка 350 тонн. Также мы видим по серебру, что в мире наблюдается дефицит серебра, но это слабо влияет на цены. Все-таки очень сильно идет рост промышленного потребления серебра, к примеру, в стекольной промышленности или в постройке элементов питания, то есть солнечных батарей. Китай ввел в прошлом году, если не помню цифру, но там, по-моему, 5 сайоносушинских газов. В общем-то, очень большие мощности вводят они путем постройки солнечных батарей, размещения у себя в стране. Опережающими темпами идут. Что касается Палладия, вы видите, что на сегодня цена существенно упала по сравнению с прошлым годом. Я специально оставил слайд с того года, чтобы показать, какие были ожидания у рынка. То есть в России добывается, ну в основном это примерно 40% мирового рынка Палладия, то есть это 88 тонн примерно общий рынок. Порядка 200 тонн. Цена стремительно в прошлом марте шла вниз, но никто не ожидал цену ниже 1250 долларов за унцию. Сегодня мы видим, что уже совсем недавно сравнивалась цена Палладия. На прошлой неделе цена на Палладии была 960. И это те металлы, за которые производится выплата при переработке электронного лома. То есть поставщик, по сути, если он не оборачивает свой электронный лом, он приходит к ситуации, что купив сегодня за, скажем, за 100 рублей плату, завтра ее придется сдавать за 95. И поэтому рынок не оборачивается. Все сидят, ждут, что либо курс доллара изменится, либо металлы подрастут. Хотя вчера на золото пробило 2,100 за унцию. На базе нашего предприятия мы стараемся вовлекать не только электронный лом, но и отходы добычи золота и серебра, сорбенты или высококонцентрированные детали. То есть процесс производства включает в себя конвертерную плавку меди с платами, с последующим производством катода в электролизе. В процессе электролиза образуются шламы, шламы, соответственно, уже попадают в цех драгметаллов, где очищаются от меди и прочих примесей до конца. И уже идет плавка на сплав даре и разделение афинаш уже чистого золота, серебра, а также концентраты платиной палати. Итак, мы понимаем все сложности на рынке и готовы идти в рынок, помогать рынку собирать больше электронного лома и больше отходов электронной техники, если к нам придут и будут готовы у нас перерабатываться впоследствии. То есть мы за то, чтобы рынок становился более белым и прозрачным. В свою очередь мы стараемся перерабатывать и реализовывать цветные металлы, не только медь, но и в промышленных продуктах свинец и олова. Если мы будем работать дальше в направлении улучшать технологию, я думаю, это придет к тому, что мы улучшим предложение для поставщиков электронного лома. Ну и в прошлом году мы стали афинажным предприятием 21 октября 2023 года. Поэтому мы рассматриваем сегодня не только покупку электронного лома, но и переработку электронного лома с возвратом афинирных драгоценных металлов и вовлечением все больших, скажем, радиоэлементов к снижению планки по содержанию золота. То есть если раньше мы старались, чтобы все-таки поставляли высокопроцентные платы, то есть 150 граммов, 200, 300, 400, сегодня мы идем уже в рынок, где-то 50 граммов на тонну для нас уже является хорошим сырьем. Спасибо за внимание, коллеги. Готов ответить на ваши вопросы. Как было сказано, что в мире существуют разные пути переработки уже платы непосредственно извлеченной. То есть если плата может функционировать, если она морально не устарела, очень часто данные платы покупаются на сером рынке. То есть они покупаются, может быть, дилерами компьютерной техники. То есть это все полуофициальный рынок, полулегальный. Что касается чипов, которые уже это refurbishment называется, обновление. Допустим, приходят нам новые материнские платы или какие-нибудь телефоны, но не к нам, а вообще в компании. И, допустим, 32 гигабайта карта памяти, современной DDR3. И эти спокойные чипы, они выпаиваются и отправляются в Китай. А китайцы уже в новый смартфон это вставляют и нам обратно представляют. Представляете, как развито. Повторное использование проверили, допустим, карту памяти. Если она функционирует, ее обратно с дисконтом продают в рынок. А переработка уже, ну, утилизация, допустим, у нас есть жесткий диск. Его либо засверлили, либо сделали невозможным повторное использование вот этих носителей памяти. Либо его раздробили, то есть информация уничтожена. Но также необходимо алюминий продать или магниты реализовать, которые формируются. Вот у нас здесь представители есть как раз. Переработка, утилизация и переработка – это несколько разные вещи. Утилизация, то есть мы фактически можем сжечь что-то. Мы его утилизировали, да, мы уничтожили. То есть будете вы дальше получать полезные фракции, или нет, уже никого не волнует. То есть фактически сырья как таково уже не существует. А переработка – это уже вторая жизнь металлом. То есть это уже сложный технологический процесс. Обновление – это как раз и есть извлечение чипов этих и повторное встраивание их в другие аппараты. Тогда я предлагаю с этой темой закончить на данный момент. Если нужно будет отправить презентацию, пожалуйста, после нашего заседания подходите. Я поделюсь. Секретной информации нет. А сейчас я предлагаю тогда дать слово Анне Анатольевне Штерн, председателю комитета по обращению с ломами и отходами драгоценных металлов, руководителю практики законопроектной деятельности Адвокатского бюро решения. Сейчас ей поможем запустить ее презентацию. Добрый день. Как меня уже представили, я являюсь представителем комитета по обращению с ломами и отходами драгоценных металлов в Ассоциации Руслом. По профессии я юрист. Поэтому сегодня, естественно, я буду вам рассказывать о нормах, которые регулируют деятельность, связанных с оборотом драгоценных металлов. Чтобы презентация была интересной, мне немножко нужно понять, кто сегодня присутствует. Большинство тех, кто уже работает с драгоценными металлами и понимают общие правила. Есть такие, кто работает с драгметаллами уже? Собираются работать. Хорошо. Тогда я больше акцентирую внимание на тех слушателей, которые, в принципе, пока мало чего знают о регулировании этого вида деятельности. Давайте с этого и начнем. Максим сейчас сказал, что есть различная техника, которая содержит в своем составе драгоценные металлы. Часто в презентации Максима, если вы обратили внимание, фигурировал термин ОЭЭО – отходы электронного электротехнического оборудования. Но если мы с вами возьмем технику бытовую, на самом деле она может иметь с точки зрения гражданского кодекса различный статус. Это может быть вещь, которая была в употреблении, но может быть использована по повторному назначению. Это обычный товар, свободный в обороте. Это может быть действительно отход, который внесен в федеральный классификатор каталог отходов, имеет паспорт отхода, отнесен к первому, второму, третьему, четвертому классу отходов и подлежит обращению с точки зрения работы с отходами. Некоторые, насколько мне известно, субъекты предпринимательства принимают бытовую технику, некоторые виды бытовой техники, как лом, например, черного металла. Поскольку там основная составляющая – это сталь какая-то или черный металл. Но есть еще такое понятие, как лом и отходы драгоценного металла. И предприниматель, который хочет собирать некий материал и перерабатывать, либо утилизировать, либо продавать, какие-то действия с ним осуществлять, он должен понимать в первую очередь, с каким статусом этой вещи он работает. Потому что от этого как раз таки зависит пакет разрешительных документов и требования, которые предприниматель должен исполнять в этой части. И вот если мы посмотрим на термины, например, что только отход, производство и потребление, это законодательство об отходах, 89-й федеральный закон, но по сути это вещь, которая подлежит удалению, уничтожению и так далее. Но Минприрода и Роспроднадзор, они немножко по-другому на это смотрят. Они все-таки говорят, нет, это не всегда то, что подлежит удалению и уничтожению. Это в том числе вещи, которые нужно обрабатывать, утилизировать, и которые имеют какой-то потенциал и все-таки полезные свойства. В связи с этим были внесены изменения в закон об отходах. Появился термин вторичные ресурсы, как отход, который имеет некую полезную ценность, и вторичное сырье, как сырье, полученное путем утилизации вот этих вторичных ресурсов. Также законодательство об отходах содержит термин лом черных и цветных металлов. Это как раз таки бывшие в употреблении, уже утратившие свои потребительские свойства, некие материалы, которые содержат черные цветные металлы. Это брак неисправимый и отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из черного и цветного металла. В законодательстве об отходах мы постоянно об этом говорим каждый год, о том, что есть смешение. Так что же такое отход, а где лом? И в каком случае я должен работать в рамках лицензии на отходы, а в каком случае я должен работать в рамках лицензии на лом черного и цветного металла. Так вот, следующий у нас получается ребус. А что же такое лом отхода драгоценных металлов? И когда я должен выполнять требования, связанные с оборотом именно этих материалов? Что такое вообще драгоценные металлы? Это только 8 металлов, которые закреплены в 41-м федеральном законе. В законе золото-серебро, платина-палладий-еродий и иридий-рутений-осмий. Все остальные металлы не относятся в рамках законодательства о драгоценных металлах к драгоценным. Все остальные металлы не подлежат регулированию в рамках законодательства о драгоценных металлах. Что такое ломоотходы драгоценных металлов? Тут понятие немножко отличается от того понятия, к которому привыкли те субъекты, которые работают с ломами черных и цветных металлов. Понятие лома и отходов драгоценных металлов немножко шире. Вы видите, что это не только изделия, которые содержат драгоценные металлы и утратили сыпотрепетерские свойства, как вам черного и цветного металла, но это еще и полуфабрикаты, и промышленные продукты, в общем, ювелирные и другие изделия. Кроме этого, это еще и содержащие драгоценные металлы, материалы и изделия, которые используются для драгоценных металлов и образовались в процессе их производства. Это ломы и отходы производства, содержащие драгоценные металлы. То есть такое очень емкое понятие. При этом в рамках 41-го федерального закона драгоценные металлы, золото, серебро, платина, палладия и так далее, они могут находиться в любом виде и состоянии, в самородном, в аффинированном, в сырье, в материалах, и в ломе, и отходах производства и потребления. То есть сам термин «драгоценные металлы» в законодательстве о драгметаллах содержит понятие, что драгметаллы – это любой вид и любое состояние, в том числе ломы и отходы. О чем это говорит? Это говорит о том, что движение этих металлов, которые я назвала, имеет свое особое специальное регулирование. Это 41-й федеральный закон и его подзаконные акты, которые приняты в развитии. В том числе здесь есть и свое специальное налоговое регулирование движения, ломы и отходов драгоценных металлов, их реализация, либо направление на производство и финаж, освобождены от НДС. То, чего, насколько мне известно, нет в черных и ценных металлах. Но это опять же к вопросу о том, нужно понимать, с чем вы работаете, чтобы понимать, какие налоги вы должны платить, и где вам могут что-то доначислить, а где не могут. И здесь есть такая же проблема, как в черных и цветных ломах. Законодательство о драгоценных металлах не разграничивает, нет четкой границы, что такое отход, а что такое лом. Просто лом и отходы драгоценных металлов. И это вот все, что используется для извлечения драгоценных металлов. Что еще тут нужно знать? У нас есть гражданский кодекс, который говорит о том, что любые вещи свободны в обороте. Могут свободно отчуждаться, могут переходить от одного лица к другому. Но кроме этого у нас еще есть указ президента, он старый, 1992 года, если мне память не изменяет, 179. Который говорит о том, что есть продукция, свободная реализация которой, которая запрещена. И тут есть драгоценные редкоземельные металлы и изделия из них, и отходы, содержащие драгоценные редкоземельные металлы и драгоценные камни. А поскольку драгоценные металлы в рамках 41-го Федерального закона – это все-все-все в любом виде и состоянии, то вот такая формулировка, хоть указ он и старый, но она дает возможность приравнивать даже лом и отходы драгоценных металлов к тем вещам, которые ограничены в обороте. Да, это прямо нигде не звучит. Порой даже представители госорганов это не всегда понимают. Наверное, для предпринимателей это и хорошо, и неплохо. Но поскольку я юрист, я все-таки вынуждена акцентировать ваше внимание, чтобы вы были более осторожны при ведении деятельности, связанной с драгоценными металлами. Потому что тот принцип, к которому привык предприниматель, если мне никто не запретил, значит я это могу делать, это разрешено в рамках гражданского законодательства, он все-таки немножко, ну, с моей точки зрения, под сомнением, и принцип должен быть другой. Разрешено то, что разрешено. Раньше драгоценные металлы вообще были правильными к валютным ценностям, и их регулирование было еще более сложное и более строгое. Сейчас правила становятся немножко мягче, гифче, но тем не менее принцип остался неизменен. Ты имеешь право делать то, что тебе разрешил законодатель в своих нормативных документах. А все остальное, если ты хочешь сделать что-то другое, подумай, стоит это делать или нет, и какая за это будет ответственность. Соответственно, если мы работаем с драгоценными металлами, то здесь есть определенные требования, которые нужно выполнять. Нужно встать на специальный учет в Федеральной пробирной палате. Сейчас это делается через государственную информационную систему ГИСТ и МДК. Создается там личный кабинет и заполняются данные об организации. Соответственно, получается уведомление об остановке на специальный пробирный учет. Нужно осуществлять учет драгоценных металлов на всех стадиях при приемке, при внутреннем передвижении, при реализации. Это так называемый внутренний учет. Есть соответствующий нормативный документ, который регламентирует эти правила учета. Но кроме внутреннего учета еще нужно осуществлять и так называемую внешнюю прослеживаемость через систему ГИСТ ДМДК. Это новая система, которая работает с марта 2023 года, с моим память не изменяет, где нужно показывать операции по получению сырья и по реализации сырья, содержащего драгоценные металлы. Это все учуется в эту государственную систему. Соответственно, если вы осуществляете действия с материалом в виде механического, химического, металлургического воздействия, сортировки, отбора, отделения комплектующих, это все действия, которые являются предметом лицензии на обработку, переработку, лома и отходов драгоценных металлов. То есть эти действия без данной лицензии предпринимателям осуществлять нельзя, за исключением только тех предпринимателей, которые образовывают в рамках собственной деятельности вот этот материал. Потому что для этих предпринимателей существует исключение. Лицензия в данном случае не требуется. Если этот материал не образован не у вас, а где-то вы его внешне берете, извне, то вы, соответственно, должны получить лицензию, если вы осуществляете те действия, которые я озвучила. Кроме этого, с 1 сентября 2024 года появится еще одна лицензия на скупку и заготовку. Точнее, лицензия на скупку уже есть, я дальше поподробнее расскажу, но появится еще новый вид работ, работа по заготовке. В чем разница между лицензией на обработку, переработку, лома и лицензией на заготовку? Я так ее буду называть, так проще и понятнее. Лицензия на обработку, переработку – это те работы, которые я проговорила. Механическое, химическое, металлургическое воздействие, сортировка, отделение комплектующих и отбор. И при этом лицо, от которого вы этот материал можете получить и эти действия произвести, это юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. От физических лиц получить ломы, отходы драгоценных металлов, либо продукцию, которая содержит драгоценные металлы, в настоящее время вы не можете, так как вы привыкли, например, делать с ломами черных и цветных металлов. Сейчас законодательство это не разрешает. На уровне 41-го федерального закона изменения соответствующие введены. Регулятор сказал, что да, хорошо, давайте вы это будете делать, но в рамках лицензии, которая на заготовку. Эти правила должны были вступить в силу с 1 марта, то есть мы сегодня должны были уже жить с новой лицензией, по сути, с новыми правилами. Но регулятор не успел принять все необходимые подзаконные нормативные акты, поэтому перенесен срок вступления в силу данных положений на 1 сентября. Надеюсь, что с 1 сентября мы начнем работать абсолютно легально, приобретая у физических лиц изделия, содержащие драгоценные металлы. Кроме этого, в отношении ломов и отходов драгоценных металлов имеется особый порядок перевозки и сохранности, особый порядок хранения, должна быть ежегодная инвентаризация драгоценных металлов, также инвентаризация при смене материально ответственных лиц, хищениях, порчи и так далее. Ну и, соответственно, есть у нас еще один контрольный орган в виде родственного мониторинга, поскольку драгоценные металлы отнесены к операциям. Операции по купли-продаже драгоценных металлов, в том числе по заготовке, они отнесены к операциям, которые контролируются в рамках 115-го федерального закона стороны родственного мониторинга. В связи с этим сделки на суммы свыше миллиона подлежат, об этих сделках нужно информировать родственного мониторинга. У каждых спецучастников рынка есть личные кабинеты родственного мониторинга. В общем, они все следят за ромашками у этих личных кабинетов. Какие-то там красные, зеленые, желтые. Если ромашка зеленая, то все отлично, значит претензий со стороны родственного мониторинга нет. Если цвет немножко меняется, значит нужно бежать что-то менять. Это еще та дополнительная нагрузка, которую участники рынка должны выполнять, создавать там правила внутреннего контроля, специальные должностные лица у них должны быть и требования по идентификации клиентов выполнять. Так вот, если мы подробнее остановимся на лицензиях, поскольку это те разрешительные документы, которые позволяют данной деятельности вести, в данный момент есть лицензия на скупку у физических лиц ювелирных и других изделий из драгметаллов и драг камней, лома таких изделий, и лицензия на обработку и переработку лома отходов драгоценных металлов. Лицензия на скупку, которая сейчас действует, не дает права покупать лома и отходы драгоценных металлов в виде, например, бытовой техники, либо иной какой-то продукции. Лицензия касается только ювелирных изделий, покупки у физических лиц ювелирных изделий и лома ювелирных изделий, то есть те, которые имеют пробы, обработку и так далее. Просто есть смешение понятий даже у тех субъектов, которые сейчас уже занимаются этим видом деятельности, они до конца не понимают. Вот говорю, только ювелирные изделия и лома ювелирных изделий. Соответственно, лицензия на обработку и переработку лома отхода драгоценных металлов, как я уже сказала, это покупка у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этого материала. Если говорить о лицензии на обработку и переработку лома и отхода драгоценных металлов, то есть вообще в принципе все движение ломов и отходов драгоценных металлов, оно нормативно регулируется. То есть в 41-м федеральном законе прописано, что все участники рынка должны собирать образуемые у них лома и отходы драгоценных металлов. А все, что вы собрали, вы либо сами перерабатываете, такое право вам дано, либо направляете и реализуете на обработку, переработку или афинаш. То есть все третьего не дано. Если вы имеете некий лом либо отходы, содержащие драгоценные металлы, у вас только одно движение на обработку, переработку либо афинаш. Такое требование законодательства. Соответственно, если мы получаем лицензию на обработку, переработку ломов и отходов драгоценных металлов, на самом деле это не самая сложная лицензия. Если бы такая вещь, например, имела статус отхода, то мы прекрасно понимаем, что тогда нужна была бы лицензия на обращение с отходами, сбор, обработку и утилизацию. Лицензию на утилизацию отходов, к сожалению, в данный момент получить очень сложно. Лицензию на обработку, переработку ломов и отходов драгоценных металлов. Если участник рынка действительно к этому стремится, понимает и собирается соблюдать требования законодательства в этой сфере, то получить ее на самом деле не очень-то сложно. Как вы видите, это обычный пакет документов. Это заявление, это документы, подтверждающие, что у тебя есть некое недвижимое имущество на праве собственности, либо на праве аренды, либо часть этого помещения, сооружения. Единственное, что эти помещения должны соответствовать требованиям техукрепленности и пожарной безопасности. Там просто дополнительные акты оформляются, которые прикладываются к заявлению. Должно быть висоизмерительное оборудование, обученные сотрудники по специальности технологии и материалов и, соответственно, система учета, хранения, обеспечения сохранности. То есть, как правило, прикладывается инструкция по учету драгменталлов, которая должна быть адаптирована к вашему определенному бизнес-процессу. И, по сути, этого документа достаточно для того, чтобы получить лицензию. Лицензия подается, как и многие сейчас, через единый портал государственных услуг. Срок выдачи 15 рабочих дней. Регулятор планирует его сократить до 5 рабочих дней. Уплата госпошлины в данный момент приостановлена. И оценка соискателя проводится в рамках документарной проверки, что тоже, на мой взгляд, является плюсом, потому что не выезжает сотрудник Федеральной пробирной палаты на площадку, не смотрит это оборудование, как, например, при получении лицензии на черные цветные лома. Здесь проверяются только документы. Если ты грамотно документы подготовил, то, в принципе, лицензию ты получишь. Так вот, что касается той лицензии, которая сейчас существует на скупку. Мы говорим о том, что она меняется, и будет единая лицензия, но с разными видами работ. Лицензия на работы по скупке и лицензия на работы по заготовке. Работы по скупке – это ювелирные изделия и лом ювелирных изделий. Работы по заготовке – это как раз-таки лом и отходы драгоценных металлов, либо продукция и изделия, содержащие драгоценные металлы. Если ты это покупаешь у физических лиц, то ты должен иметь лицензию на заготовку, которая вступит в силу с 1 сентября, мы надеемся, 2024 года. Лицензионные требования пока – это только проект, проект постановления правительства, но он уже на достаточно такой высокой стадии готовности, поэтому я не думаю, что он претерпит какие-то сильные изменения. Поэтому сейчас можно уже говорить о том, что для того, чтобы получить эту лицензию новую на виды работ по заготовке, опять же, нужно будет иметь недвижимое имущество, иметь сотрудников, обученных по технологии материалов по этой же специальности, разработать методику определения количества драгоценных металлов, при этом ее будут разрабатывать на основании типовой методики, которую должен Минфин утвердить, поэтому я тоже не думаю, что тут будут какие-то сложности у участников рынка. И что еще нужно? Нужно иметь условия для выполнения требований правил заготовки. Это еще один нормативный документ, мы его еще немножко дальше посмотрим. Ну и также выдача через портал госуслуг, срок, вот здесь выдача уже будет 5 рабочих дней по проекту, оплата госпошлина также приостановлена, и также будет документарная проверка, выезда на площадку не будет. Правила заготовки. То есть для того, чтобы этот вид деятельности вести, нужно еще соблюдать правила ведения данного вида деятельности. Это еще один проект, тоже пока проект, но надеюсь, что он также уже не будет изменен, поскольку довольно-таки высокая, в общем, степень у него готовности и согласования. Что предполагают с собой правила заготовки? Ну, составление документа, естественно. Там прописан договор купли-продажи и акт приема-передачи. Прописаны требования по тому, что должно содержаться в этих документах, договор купли-продажи и акте приема-передачи. Там же уже есть возможность создать эти документы как на бумаге, так и в электронном виде. Причем электронный вид дает возможность подписывать эти документы не только усиленной квалифицированной подписью, но и простой электронной подписью, что очень удобно при взаимодействии с физическими лицами. Нужно будет получать согласие с датчика на осуществление каких-нибудь действий с этим материалом. Нужно давать ему возможность убедиться в правильности определения массы и содержания драгоценных металлов. Таким образом мы приходим к весам, потому что без весов массу ты никак не подтвердишь. Соответственно, содержание драгоценных металлов – это методика. По сути, нам нужно будет при требовании физических лиц показывать и рассказывать, почему именно такое, а не иное содержание драгоценных металлов находится в том материале, который он принес. Но при этом учет драгоценных металлов, что тоже, на мой взгляд, хорошо по этим правилам заготовки, очень так широко сформулирован регулятором. То есть это может быть и специальное оборудование, либо техническое какое-то оборудование. Это могут быть тех документации, которые есть на вот эти материалы, паспорта, формуляры, этикетки и так далее. Либо данные разработчиков, либо аналоги, либо какие-то расчеты. То есть очень такой емкий способ для определения содержания драгоценных металлов, которыми субъекты смогут пользоваться при покупке данных материалов. Соответственно, отражать эти операции, конечно же, в ГИСД МДК нужно будет, чтобы мы приобрели некий материал у физических лиц. И при этом пока будет доступна любая форма расчетов, наличная и безналичная. В черных и сны ломах сейчас наличный расчет запрещен. Наличную форму расчета также хотел запретить и регулятор в рамках ломов и отходов драгоценных металлов. Но вот в последней редакции я вижу, что все-таки бизнес был услышан со стороны Минфина, и какие-то запреты либо пороговые значения по осуществлению наличных либо безналичных платежей в последней редакции, которые я видела, они уже отсутствуют. Надеемся, что и не появятся уже на этапе принятия. Что еще в этих правилах заготовки интересного? Там есть пункт, который четко прописывает, а что ж заготавливать нельзя. Его нужно будет почитать, чтобы понимать, что можно покупать, а что нельзя. И есть перечень того, что покупать можно. И вот в рамках этого перечня как раз-таки спокойно можно будет покупать у физических лиц некие ломы отхода драгоценных металлов и продукцию изделия, содержащие драгоценные металлы. И вот в этом перечне как раз-таки есть бытовая техника, о которой говорил Максим. Можно будет с ним ознакомиться, когда документ примут уже. И, конечно же, о чем не стоит забывать, что при обороте драгоценных металлов есть специальная ответственность. Это административная ответственность и уголовная ответственность. Подробно останавливаться не буду. Максим тоже уже акцентировал внимание, что есть специальная статья «Незаконный оборот драгоценных металлов», есть специальная статья о контрабанде, потому что драгоценные металлы приравнены к стратегическому сырью. Поэтому об этом нужно помнить и, соответственно, грамотно выстраивать свой процесс и соблюдать те требования, которые установлены. Спасибо. Да, давайте. Если правильно ваша презентация понял, то в сентябре инвестиционные драгоценные металлы, например, имея килограмм золота, можно будет спокойно сдать и не мучиться с ломбардами? Нет, в отношении инвестиционных драгоценных металлов там есть свои особенности, свои правила, поэтому это не касается того, что я сейчас проговорила, инвестиционных драгоценных металлов. Там просто, как правило, мы, например, идем к… заключается договор на охрану, и вот эта вот компания, которая оказывает услуги по охране объекта, она выдает акции ответствующие. Да, да, там несложная история, ничего, там не надо… Да, 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 договор охраны, обязательные условия. Скажите, а вот эта лицензия, которая вот, ну, сейчас уже есть, у нас есть уже эта лицензия с 1 сентября, она как-то будет, ну, останется та же, видоизменится в смысле, что ее нужно новую… У вас лицензия на обработку-переработку лома или на скупку? На обработку-переработку у вас ничего не меняется, на скупку тоже ничего, если вы в рамках этой лицензии не захотите еще осуществлять заготовку тех изделий, которые в правилах заготовки прописаны будут. Если вы захотите расширить, да, объем принимаемых материалов, то вам просто нужно будет внести изменения в лицензию на скупку и дополнительный вид работ получить, работы на заготовку, ну, изменения, да, вносить лицензию. Да. Вы можете принимать как отход, но если это действительно отход с паспортом отходов, и если этот отход у вас проходит, например, процедуру утилизации, если у вас есть лицензия на утилизацию данного вида отхода, тогда вы получаете уже продукцию, и эта продукция уже идет своим путем, либо дальше, там, не знаю, на Афинаш, либо на обработку-переработку, смотря какая продукция у вас получается, либо вообще дальше, ну, свободный рынок, смотря что у вас в рамках утилизации получилось на выходе. Зашел отход, вышла готовая продукция. Все, есть еще вопросы? Спасибо большое, мои контакты видны, то есть я всегда доступна, у Марины Николаевны есть мои контакты, поэтому кто хочет вступать в состав комитета по обращению с отходами, с ломами отходами драгоценных металлов, всегда буду рада принять новых членов. Спасибо. Коллеги, у нас программа началась несколько позже, и мы идем с небольшим опозданием, но, тем не менее, давайте по порядку уйти, тогда слово предоставляется Родиону Екатерине Владимировне, генеральному директору операционной деятельности корпорации Каполис. На самом деле, я немножко резюмирую и, наверное, каким-то образом даже вы найдете подтверждение в моей презентации, она будет достаточно короткой, всему тому, о чем упоминали предыдущие спикеры. Потому что я бы хотела обратить ваше внимание, коллеги, на то, какая есть специфика у обращения с бытовой техникой, вот с этой ОЭЭО, когда оно является отходом. Мы с вами поговорили о том, когда оно является ломом драгоценных металлов, то есть лодмом. Уважаемая коллега упомянула о том, какие нас ожидают сюрпризы в части обращения с ломами драгоценных металлов, какие лицензии, собственно говоря, потребуются. О том, что все-таки существует еще статус, собственно говоря, у любого оборудования. Это может быть как вещь какая-то, собственно говоря, как оборудование в употреблении, как, так сказать, любое имущество. И, опять же, отход паспортизированный, который должным образом проведен в соответствии у себя в учете. Потому что вы, как отходообразователь или кто-то, кто хочет передать вам какой-то отход, а вы, как лицензиат, точку перехода имущества в отход определяется тем, как в учете, собственно говоря, поименована вот эта вот история. Есть ли паспорт, собственно говоря, ведется ли учет образования отходов и ведется ли, собственно говоря, учет движения отходов. Как только вы говорите слово отход, вы обязаны соблюдать еще и природоохранное законодательство. А Максим, не сложно вам будет потыкать или кликер может есть? Как уважаемый коллега упомянул, быстрорастущий, один из самых, так сказать, потенциально растущих отходов, это, собственно говоря, электронный отход. Потому что мы живем с вами в электронном мире, у нас с вами, собственно говоря, электронные автомобили, у нас с вами электронные гаджеты, и все вот это вот выбывает из оборота, и каким-то образом, собственно говоря, человечество пытается либо вовлечь это обратно в виде рекуператора на материалы, так сказать, пособирали, либо в части вот рециклинга, о котором тоже Максим упомянул, очень, кстати, распространенная сейчас не на территории Российской Федерации, но территория, она такая немножко сероватая, а вот, собственно говоря, там вот в этих всех Европах вполне себе такая хорошая история, связанная с повторным использованием частей, деталей, чипов, так сказать, плат, даже процессоров, специальные машины, которые моют вот эти процессора, там, в каких-то кислотах для того, чтобы их извлекать и дальше, собственно говоря, вставлять в оборудование, это оборудование в дальнейшем использовать на хороших скоростях, на хорошем энергоопотреблении. Будьте любезны дальше. Если мы говорим с вами об любом электронном отходе или любом оборудовании, будь то калькулятор или, собственно говоря, не знаю, сервер, чайник или холодильник, это, так сказать, усредненно достаточно полезная для рекуперации вещь. Почему? Потому что там есть и пластики различных видов, корпусные, внутренние, соединительные, есть металлы. Количество драгоценных металлов, ну, тут такая, знаете, позитивная статистика, конечно, не три. Сейчас идет тенденция к тому, чтобы количество драгов уменьшалось, идет замена на другие материалы. Что такое драгоценные металлы у нас с вами в оборудовании? Это проводники, проводящие системы сейчас меняются на другие. Поэтому, возможно, лет через 15 мы с вами забудем о регулировании лодма и будет какое-то другое регулирование каких-то там, не знаю, графитов или еще чего-то. Но точно будет в нашей стране, однозначно. Дальше смотрим, извините, Максим, можно? Медь, о чем говорил, да, вот, собственно говоря, очень важно, что количество полиматериалов здесь велико. Медь, собственно говоря, свинец, алюминий, железо, стекло. Но в то же время мы с вами видим о том, что электронные любые компоненты содержат массу всего крайне неприятного для обращения. То есть токсичные соединения, некоторые опасные. Эти соединения включены как в платы, так и в корпуса и в хладагенты, в системы, собственно говоря, в систему тонеров, в батареи, куда угодно. Ионизирующие источники излучения, все это, собственно говоря, внутри электроники. И все вот это является после получения статуса отхода опасным отходом, который регулируется особо образом. Это будут отходы первого, второго класса опасности. Есть федеральный экологический оператор, аж под Русатомом, который, собственно говоря, имеет эксклюзивное право на сегодня обращать такие отходы. И вы, хотите вы того или нет, собственно говоря, будете обязаны после рекуперации вот этих опасных компонентов передать их на особое обращение, собственно говоря, вот этому уважаемому государственному оператору, заплатив ему за подобный рекуперат. Далее. Поэтому особенность обращения с отходами у нас с вами такова, коллеги, что, к сожалению, стоимость рекуперации материалов, вне зависимости от того, что там есть и цветные металлы, и черные, и, опять же, полезные корпусные пластики, которые хорошо рекуперируются, значительно, значительно меньше, чем стоимость обращения с отходами и содержания систем, собственно говоря, безопасной жизнедеятельности. О чем это я говорю? О том, что, собственно говоря, основная затратная часть любого утилизатора, компании, которая занимается профессиональной утилизацией, компании, которая получила лицензию на обращение с отходами путем неимоверных усилий на сегодня и пытается ее расширять, поскольку отходная часть постоянно растет в части списка отходов, которыми пополняется федеральный классификатор отходов. И для того, чтобы обращать этот отход, то есть я не могу его даже взять условно, да, у меня есть лицензия и на сборы, и на транспортирование, и на утилизацию, на обезвреживание, на любой вид деятельности, который я хочу с этим отходом делать. Вот для этого я, собственно говоря, еще и пополняю свою лицензию и постоянно имею развлечение в части контрольно-надзорной деятельности, которая, собственно говоря, наше государство все время ведет. Поэтому экологизация производства — это обеспечение неэмиссионного производства. Я, собственно говоря, обеспечиваю отсутствие эмиссии в воздух, в воду, если у меня есть водные контура какие-то, да, в почвы и так далее, все это составляет львиную долю для поддержки моей, собственно говоря, экономической стабильности. Следующий слайд. Спасибо большое. Только часть из тех, так сказать, развлечений, которые должен придерживаться хороший, легитимный утилизатор. Ну, во-первых, то, что обращение с электроникой у нас понормировано 399 приказом, это известный факт, да, это вот способ об обращении с народными отходами. Там не только электроника, там аккумуляторы, там шины, там масла, ну, электроника там тоже поименована. Там указана совокупность технологий, которыми я должна обладать. Там указана последовательность операции, которые я должна выполнять. В постановлении помечено тот стандарт, по которому я должна выпускать свою готовую продукцию, о котором, уважаемые коллеги, уже упомянули, собственно говоря. Я должна постоянно мониториться. Это я, так сказать, причем законодательство двигается так, что если ранее я могла как-то привлекать какие-то численные методы изучения, да, вот исследования своих эмиссий, то теперь это лабораторные исследования, соответственно, аккредитованные лаборатории, я их ищу, нанимаю и, соответственно, оплачиваю их визиты к себе для осуществления мониторинга собственных эмиссий. Ну, опять же, я веду особые утилизационные отчетности через системы ГИС, которых сейчас достаточно большое количество. Это не только вот, кстати, поскольку электроника в своем составе имеет и драгоценные металлы, то есть ГИС ДМДК, это тоже ко мне, но отходная часть у меня, собственно говоря, и ГИСУИД. И, собственно говоря, в общем, ГИСов очень большое количество, в котором я отчитываюсь через личный кабинет природопользователя о том, как, каким и какие отходы я получаю, собственно говоря, для себя и куда их дальше, какая их судьба. Что-то я передаю после рекуперации, что-то я утилизирую согласно своей лицензии, что я получаю, все это, собственно говоря, я отчитываюсь через систему ГИС. Опять же, о том, о чем говорил Максим, расширенная ответственность товаропроизводителя, это еще одна моя ответственность и отчетность. Благодаря участию в системе расширенной ответственности я могу каким-то образом дополнительно привлечь финансирование в свою компанию, да, то есть, так сказать, расширенная ответственность – это когда товаропроизводитель или импортер оплачивает, компенсирует вот тот вред, который бы нанесла его техника, выпущенная на рынок. Но с этого года, опять же, для того, чтобы выполнять норматив расширенной ответственности, я обязана быть включенной в реестр утилизаторов, которые пока еще не работают. То есть, правила есть, вот у нас немножко другая система, отложенного факта включения не случилось, мы все утилизаторы обязаны вступить в реестр, но пока вот на сегодня еще таких счастливых компаний не наблюдается. То есть, условно говоря, вот такой вот барьер. Поэтому, если мы перейдем к более позитивному слайду, это следующему, хочу сказать следующее. О том, что на сегодня это видно, и видна эта тенденция, это построение кооперативных цепочек или систем замкнутого цикла. Для чего? Для того, что один утилизатор, он не выживет. У него должны быть построены прочные, долгосрочные связи с компаниями-потребителями его готовой продукции. А в нашем случае нам повезло, у нас вот, значит, корпорация «Экополис» включает в себя и завод «Экотехпром», который непосредственно занимается рекуперацией материалов, достаточно большая его мощность, серьезный потенциал инвестиционный. Есть завод «Экопласт», который из рекуперированных пластиков, да, это в основном МБС, полипропилен, полистирол, то, из чего корпусные детали делаются у нашей с вами техники. Собственно говоря, вот это предприятие, оно занимается рекуперацией пластиков и изготовлением гранулы. Путем, опять же, тестов и собственной лаборатории производит вторичную гранулу отнюдь не хуже, чем первичная, что, собственно говоря, очень способствует хорошему, так сказать, хорошему бизнесу, да, это хороший бизнес. И, естественно, уважаемые коллеги из завода «Авроры», которые являются потребителями нашего медного рекуперированного лома, но о том, что производит это предприятие, Максим уже рассказал. Поэтому не будем задерживаться, собственно говоря, на вот этой истории, ну вот похвастаюсь, что порядка двух миллиардов инвестиций в «Экотехпром» потрачено, собственно говоря, нашими учредителями, и четверть капекса, коллеги, четверть капекса. Это очистные. Завод «Экопласт» существует на территории Технополиса при условии зероэмиссии. Это у нас прописано в договоре. Поэтому на самом деле, коллеги, бизнес-утилизатора сложен и тяжел. Если вопросы, буду рада ответить. Спасибо. Это вот поименованная готовая продукция, то есть нам ее поименовали. Поэтому то, что производится из гранулы, это вот гордость золотища. Спасибо. Тогда, конечно. Такая схема тоже возможна в части «Экопласта», конечно же, да, если вы имеете в виду пластики. Переработка? Почему нет? Конечно. Наши менеджеры, наверное, скрывают или стесняются. Давайте договоримся. А вы представляете компанию «Экополис»? Да, это компания «Экополис». Вот, собственно говоря. А вы представили как бы афинированную афинашную лицейку? Это вот, уважаемая Аврора. «Экополис» — это управляющая компания завода «Экотехпром» и «Экопласт». Аврора вот сам по себе красивый афинаш. Ну, это одна группа, как раз. Ну, собственно говоря, мы не стесняемся своих связей, но как бы в чем проблема? Я хочу понять, как бы, да, вы уже как бы климу ставите или нет, если вы... Да, да. Просто же, да, это особая деятельность. Афинаш — это особая деятельность. Афинаш, мы можем его обсудить, когда в сессии есть. Ну, хорошо. А план сегативной дробиции, если вы, да, в обрубле, да? Да, в обрубле. Осуществляем отвод проб. Афинаш так же, там же будет, там же будет. Доправлено, афинаш, да? И клеймо там тоже. Коллеги, у нас не так много времени осталось. Спасибо. Заслушаем нашего следующего спикера. Слово предоставляется Белову Андрею Олеговичу, эксперту в корпорации Сача, в прошлом заместитель руководителя пробирной палаты и руководителя начальника управления Федерального государственного пробирного надзора Федеральной пробирной палаты. Добрый день, дамы и господа. Тема сегодняшнего нашего выступления касается, скажем, организаций, предприятий, которые осуществляют деятельность в своей области производства использования и обращения драгметаллов. Это так называемая промгруппа предприятий. Это предприятия и авиакосмической, радиоэлектронной, это и научно-исследовательские институты, нефтеперерабатывающие, то есть все и все те организации, скажем, промышленные группы, которые в той или иной степени используют или в производственных целях, или для производства драгоценные металлы, которые входят в состав приборов, изделий, оборудования, основных, как говорится, средств и материально-производственных запасов. На сегодняшний момент в отношении этого среза организаций у нас в соответствии с законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах, драгоценных камней действуют следующие требования. Во-первых, с законодательством определяются цели, виды и формы государственного контроля, которые в настоящее время у нас осуществляет Федеральный пробирный надзор, который имеет право проводить проверки в отношении таких организаций. Дальше требования законодательства, это о необходимости состоять на специальном учете, который в реестре, который ведет Федеральная пробирная палата. Дальше, как вы уже знаете или не знаете, специальный учет, постановка его проводится через государственную интегрированную информационную систему в сфере оборот контроля за драгоценными металлами с сокращенным названием ГИИС ДМДК. Также с законодательством в отношении таких организаций у нас законодательно установлены требования к порядку хранения, учета и ведения отчетности об их использовании. Также существуют неотъемлемые требования, поскольку у нас драгоценные металлы являются невозобновляемым источником природным. Это обязательность сбора лома и отходов, содержащих драгметаллы, и их учет. И также, ну не то, что совсем недавно, но тем не менее, начиная с 2021 года Российской Федерации было введено лицензирование деятельности по обработке и переработке лома и отходов драгоценных металлов. То есть на сегодняшний момент это является лицензируемым видом деятельности. Данная небольшая преамбула у нас направлена на то, что как раз данные организации являются основным источником образования, так сказать, вторичных драгоценных металлов, которые содержатся в ломе и отходах. Это, естественно, является не минеральным сырьем, как вы понимаете, а именно вторичным, то есть лома и отходы, именно содержащиеся в, как вы понимаете, в чем здесь еще есть некая, так сказать, интрига, что эти драгоценные металлы содержатся в черных и цветных металлах. То есть здесь есть некий такой симбиоз, то есть речь идет о том, что здесь одновременно присутствуют черные и цветные металлы, а также драгоценные. И, скажем, искусство переработчика заключается в том, чтобы извлечь, скажем, разделить драгоценные металлы от, скажем, сопутствующих черных цветных с получением продукта, отвечающего определенным параметрам для последующего направления его на Афинаш. Скажем так, запасы, если это можно сказать, в предприятиях промгруппы их действительно очень достаточно сложно оценить по своим объемам, по содержанию драгметаллов, поскольку, как показывает практика корпорации САЧа, при процессе утилизации взаимодействия с такими организациями встречаются достаточно часто и попадаются приборы оборудования 30-х, 50-х годов. Достаточно в больших количествах, которые находятся на балансе той или иной организации. При этом, при проведении, так скажем, взаимодействия корпорации САЧа сталкиваются со следующими проблемами. При взаимодействии с такими участниками рынка. А именно, поскольку здесь хочу сказать, как бывший работник, скажем так, российской государственной пробирной палаты, потом федеральной пробирной палаты, что, скажем так, исполнение законодательства, оно вызывается строгостью наказания. И потеря контроля, как, я не знаю, знаете вы или нет, в свое время, в 2009 году со стороны пробирной палаты привела к значительным, очень значительным, негативным последствиям при, так сказать, в новой организации работы указанных предприятий. Да, контроль был возобновлен где-то в 2016-2017 году, но опять-таки в связи с событиями, которые происходили, скажем так, в Крыму, которые происходят сейчас, у нас в стране, как вы знаете, правительством вводится продляющийся из года в год мораторий в отношении проведения проверок. С одной стороны, может быть, это хорошо, но с другой стороны, такой длительный период отсутствия со стороны государства каких-либо контрольно-надзорных мероприятий привел, скажем так, к полному развалу по организации учета, также списания и последующие, скажем так, как утилизации, образующиеся в организациях лома и отходов, содержащих драгметаллы. То есть на сегодняшний момент, прежде чем организовать с такими организациями взаимодействие, требуется, как вы видите на экране, на слайде провести комплекс работ, связанных со следующим. То есть надо как бы восстановить знания по законодательным и нормативным документам в организации. То есть, как правило, это зачастую нормативно-правы акты, которые они используют, которые или уже не действуют, или уже, ну, как бы не действуют и отменены. Дальше это отсутствие постановки на специальный учет в ГИС ДМДК. То есть многие когда-то состояли, потом при переходе на данную систему, многие организации этого не сделали и, так сказать, продолжили работать. Дальше если, как вы понимаете, организация встает на спецучет, получает личный кабинет и потом проходит спецсчет в системе ГИС ДМДК, то есть получение практических опыта по работе в личном кабинете в этой системе, то есть он практически отсутствует. Естественно, если организация не состоит. Дальше это наличие инструкций, учитывающие специфику выполняемых организаций операций с драгоценными металлами, то есть у каких-то организаций они сохранились, у каких-то они отсутствуют полностью. Дальше организация учета. Основная это драгоценных металлов, входящих в состав изделий, приборов, оборудования. К сожалению, за это время, как я уже говорил, предприятия сильно утратили порядок в этой части организации учета. Многие бухгалтерии отказываются это делать, переводят на те или иные подразделения организации в части этого организации учета. Также основным бичем всех организаций является непонимание, где могут находиться драгметаллы и в каком количестве. Также вопросы плохо очень проработанные есть, это организация списания и утилизации приборов. Естественно, как это вы понимаете, влияет на организацию взаимодействия с организациями, которые имеют лицензии на деятельность по обработке и переработке лома отходов драгоценных металлов. Еще раз возвращаясь, то есть перед тем, как начать с такими организациями работать, необходимо провести достаточно сложную восстановительную работу буквально в каждой организации для того, чтобы получить возможность заключить договор с такой организацией именно на переработку лома отходов драгоценных металлов. И следующий как бы такой завершающий слайд короткого выступления это те негативные последствия, которые на сегодняшний момент мы сталкиваемся и видим как организации занимающиеся переработкой лома отходов драгоценных металлов на сегодняшний момент, то есть идет не возвращение в оборот драгоценных металлов или они просто как говорится утрачиваются поскольку идет неправильная утилизация то есть идет как я понимаю реализуется оборудование как лом черных и цветных металлов без указания драгоценных и естественно переработчики которые работают черным цветным металлом или не знают или не понимают и естественно при переработке не учитывают их наличие естественное отсутствие учета приводит к созданию условий хищением то есть это в организации как мы так скажем по своему опыту видим длительное хранение неучтенных материальных скажем так ценностей приводит к массовым хищениям разграблением оборудования скажем так со стороны сотрудников данного предприятия который как вот здесь говорил спикер передо передо мной поскольку у нас как вы поняли к концу года у нас появится лицензия на заготовку скажем так драгоценных металлов от физических лиц то как раз родное предприятие по всей видимости будет источником так сказать сдачи таких драгоценных металлов заготовительные пункты естественно неорганизация утилизации списания она как бы уже это уже больше относится к 89 фазе об отходах производства потребления это негативное воздействие на окружающую среду естественно все это неисполнение влечет нарушение требований законодательных и нормативно правых актов регламентирующих отношения в области производства и использования обращения драгоценных металлов создание условий незаконного оборота драгоценных металлов а также скажем так нормативного законодательного взаимодействия с организациями осуществляющими обработку переработку ломоотходов драгоценных металлов завтра как бы в виде небольшой рекламы приглашаем вас принять участие в семинаре который будет проводиться у нас в конференц-зале б конгресс-зала начало мероприятия половина первого я буду проводить ну скажем так некий трехчасовой семинар скажем более где-то расширенный по тем или иным вопросам в части скажем организации учета хранения драгоценных металлов именно в организациях как я уже сказал промышленной группы кому интересно приглашаю принять участие спасибо за внимание коллеги начало конференции открытие вообще форума оно начинается прямо сейчас в 11.35 поэтому я предлагаю может быть в частном формате потом подойти к спикерам и задать вопросы если у кого-то остались всех благодарю за уделенное время всем продуктивной конференции спасибо 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 спасибо